Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я готовлю нечто невероятно нежное, очень вкусное, освежающее и реально весеннее. В данном случае буду готовить лимонный торт, но по этому рецепту всегда готовлю лимонные пирожные. Они получаются бесподобными, нежными, суфлейными, в общем, очень крутыми. Так что давайте приступим. Для начала я купила пачку лимонного желе. Можно, в принципе, использовать любой другой вкус, если вы хотите. Заливаю это желе 100 миллилитрами воды, хотя на упаковке у меня написано 400 миллилитров, но я заливаю всего 100. Оставляю набухать где-то минут на 15-20 при комнатной температуре. Вода была у меня тоже комнатной температуры. Тем временем начинаю взбивать 3 белка. На средней скорости миксера добавлю щепотку соли и уже у меня варится в кастрюльке вода с сахаром и в самом конце добавлю лимонную кислоту. Будем делать что-то между итальянской меренгой и белковым заварным кремом. Только сахара возьмем поменьше. После того, как нашу смесь мы довели до кипения и довели ее до температуры 120 градусов, если нет градусника, просто поварите ее до довольно крупных пузырей, буквально там минуты 4 на небольшом огне. И при большой скорости миксера введите эту смесь в белки, хорошо взбитая до этого. Оставьте их взбиваться. Смесь нашего желье растопите в микроволновке, но чтобы смесь не была сильно горячей, я ее переливаю с чашечки в чашечку, чтобы она у меня немножечко остыла. И после того, как смесь у меня уже такая тепленькая, тоненькой струйкой ввожу ее на большую скорость миксера в свою белковую массу. И взбиваю еще пару минут. Получается вот такое вот нежное суфле, я бы сказала воздушное, такая полузефирная масса. Очень такая прям, во-первых, пахнет лимоном. Можно добавить немножечко сюда красителя. У меня здесь немножечко искажается свет, поэтому кажется, что оно как с розовинкой. На самом деле оно желтое. Я буду использовать обычный классический бисквит, но немножечко сделала его цитрусовым. Я взяла четверть апельсина и положила его в морозилку. Когда он у меня хорошо замерз, я этот апельсин потерла на терке. И в самом конце, когда уже вмешиваю муку, добавила еще сюда полностью потертую вот эту вот часть апельсина. И таким образом испекла цитрусовый бисквит. Можно сделать цитрусовый бисквит по рецепту, который я давала ранее. Можете просто использоваться классическим рецептом. И теперь осталось только собрать наши пирожные. Чередуем коржи. Я слегка их всегда пропитываю. Никогда не оставляю сухие коржи. Поэтому у меня здесь сироп где-то на 200 мл воды, столовая ложка с горкой сахара и цитрусовый ликер. То есть не очень прям сладкий. Не хочу приторный, хочу очень нежный такой суфле. Вы видите, оно прекрасно держит форму. Поэтому я просто накрываю верхним слоем бисквита и немножечко украшу боковушки. Дождусь пока остынет, положу наверх фрукты и залью фруктовым желе. Рецепт, который я давала для покрытия фруктов, могу оставить ссылочку в описании под видео. Получился очень нежный, очень воздушный торт, которому нужно отстояться часов 4 в холодильнике. Чтобы полностью остыть. Обязательно попробуйте этот рецепт. Он невероятно вкусный и стоит того. А с вами был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.